Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, наша традиционная рубрика новости-хреновости. Ну и, в принципе, как я понимаю, мы уже с вами выходим на международный уровень. Не только новости нашей многострадальной, нашего многострадального государства, державы, Россиюшки-матушки, но и новости зарубежных, зарубежных таких привлекают внимание, друзья. Ну что же, давайте посмотрим, что прошлый день принес нам. Сегодня у нас 30 сентября 2024 года от Рождества Христова, друзья мои. И мы все с вами ждем апокалипсис. Наступит ли он? Ну, помните, как в фильме «Собачье сердце» по-моему, кто там играл-то? Русланова, что ли? Да, по-моему, Русланова говорит, истинно говорю, там, какого-то земляна летит на небесную усть. То есть, в принципе, друзья мои, апокалипсиса ждали, ждали веками. И староверы, я скажу, все, в скиту себя там запирают. Мы праведники, мы отправляемся на небеса и сжигали себя, потому что весь мир пойдет к ногам Антихриста. Но, друзья мои, сжигать-то сжигали, а мир, ну, он, может быть, и находился, так сказать, во власти темных сил. Но апокалипсис-то так и не случалось. Поэтому и сейчас, друзья мои, несмотря на то, что есть множество кликуш, которые говорят, вот-вот, вот-вот, там, 3 сентября, там, где-то в июле, там, вот-вот-вот наступит 3 дня тьмы, а потом придет он своей поступью. И вот уже там первый всадник проскакал, второй всадник проскакал, третий всадник. И вот сейчас уж бахнет, так бахнет, все, у всех, как говорится, зеньки повыскочат. Но, друзья мои, все никак, да, даты кончаются. Помните, мы ждали, там, пророчество мая, там, в каком-то, в каком это было, там, в 12-м, что ли, году, там, а еще и в 2000-м году, что вот-вот, 0-0, все обнулится и все. Как говорится, все деньги исчезнут, все вот эти, помнится, да, один, один пацаненок толстый, этот, Лешка, Лешка Гончаридзе, тоже все там, деньги вот-вот отменят, вот-вот-вот, все там, завтра запасайтесь крупой, бегите в лес, точно вам говорю. А сам сидел в своем этом, в своем доме там, жрал за обе щеки, салом там себя на это намазывал. А, друзья мои, не сбылось. Но вот у этих пророков, у них, как бы, знаете, им, как говорится, сы в глаза все Божий Ярославль. Ты вчера же говорил, что там ничего не это, как его, а где это, почему не сбылось-то? А вот так не сбылось. Да, помните, вот эта вот бригада была с 90-х годов, банда этих предсказателей, как его Паша Глоба и его иная женушка, с которой они потом, похоже, разбежались. И вот они же до сих пор пророчествуют. В принципе, ни одно их пророчество, ни одно не сбылось вообще. Но они обладают авторитетом, как говорится, и до сих пор, как говорится, на голубом глазу шарашат свои предсказания. Говорят, прошлое-то, вы обделались. А это вот так вот. А вот так вот. Это вот вы на этом, мы, зато мы знаем. Мы знаем, что там. Да, друзья мои. Поэтому эти все предсказатели, друзья мои, как в очередной раз вам скажу, что слово произнесенно есть ложь. Конечно, эти люди, это не значит, что они там мошенники и там что-то. Но, понимаете, настолько мир разнообразен. И здесь, в этом эфире, в этом, в Астрале, столько этих видеоканалов, как и по телевизору. Там 400 каналов разных тебе, и спорт, и все что угодно. И мистика, и приключения, и эротика. Все смотри, куда тебе. Но это не значит, что по всем каналам показывают правду. Где-то просто фантазии. Поэтому вот эти люди, прорицатели, к ним подсоединяются бесы. Им могут такого этого, такого мусора в башку нагнать, что, как говорится, они... Ой, а что это не получилось? А вот в следующий раз получится. Смотри, мы тебе скажем, опять же скажем так, что все получится. Ну, хренас два. Так что не верьте, друзья мои. Верьте своей душе, а не этим балаболам. Ну, ладно, что-то на 4 минуты я с вами тут про предсказания. В Таиланде начали раздавать деньги местным жителям. Власти выделят каждому по 10 тысяч батов. Это 28 тысяч рублей. Для стимулированной экономики страны. В первую очередь деньги получат 14,5 миллионов бедных людей. Чтобы эти люди пошли в магазин, купили себе еды, одежды. Потратили на необходимые нужды, да, друзья мои? Ну, вот это Таиланд. Ну, не все там гладко. Но это во всяком случае правительство понимает. Чтобы люди что-то покупали, им надо дать деньги. Чтобы они, может быть, не воровали. Чтобы они, ну, как-то это, чуть-чуть их поддержать. Такие подъемные дать. Наши, наши жлобьё. ЖЖ, я бы назвал, как говорится, жадные жлобы. Потому что от наших, как-то вот так, как и набиулины. Да она пёрнет. Там у неё глаза выскочат, блин. Если она там хоть по 500 рублей даст беднякам, пенсионерам. Она там будет визжать, как свинья. Своих очках. Вот очки запотеют. Это разрушит это всё. Инфляцию поднимет. Ни в коем случае нельзя раздавать деньги. Нельзя. Лучше дайте их мне. Пришлите. Я уже знаю, что с ними сделать. Это тётки такие. Просто там нормальных нет. Там действительно жадные жлобы. Когда они выступают, хочется, знаете, так по-детски, по-детсадовски сказать, выйти на трибуну и сказать, жопе слова не давали. Вот представляете эти важные физиономии. Как они выпучат свои зеньки. Потому что действительно вот этим жадным жопам не то, что говорить. То есть вообще их там надо задвинуть куда-нибудь в дальний, в дальний. Угол. Ладно, друзья мои. В общем, в Таиланде молодцы. Вот что говорить молодцы. Просто понимают, что иногда нужно это. Но наши только у них, как говорится, система ниппель. Туда дуй, оттуда хрен. Оттуда ничего не идёт. Туда вы всё вдуваете. Налоги. Всё они с вас соберут. Пошлины, акцизы, фигизы. Какие налоги, друзья мои. Когда они там со всего. С бензина, с продуктов. Они со всего. НДС. С наследства. Квартплата, друзья мои. Раньше за такие деньги можно было квартиру снимать. То есть мы сейчас своё жильё, считай, у государства снимаем. На электричество бешеные цены. На всё бешеные цены. И всё это им мало. И всё у них денег нет. И всё они пытаются залезть в карман к самым бедным. Суки, скоты, мерзавцы. Вонючие обезьяны, действительно. Извините, друзья мои, за резкие слова. Иран готовит план мести за убийство лидера Хейсбаллы. Член президиума иранского парламента Ахмад Надири. Слушайте, фамилии говорящие там. Насрала, Надири. То есть насралу грохнули, но Надири собирается как бы надрать всем. То есть они вот у них подход. Насрала, подсирал. Надири, там надирал. То есть Надири-то пожёстче будет парень. Это просто мелкий такой пакостник, да, подсёра. А этот уже приходит и надирает кому надо. Но я думаю, что Надири зря это сказал. Зря сказал, что мы там отомстим. Он уже, значит, тоже на нём где-нибудь в этом цахале уже поставили галочку. Следующий Надири. Всё, как говорится, его стираем. Его мы аннулируем. На него пришёл заказ. Всё. Надири, хотя, видимо, парень смелый. И спрятался в самый дальний бункер. Всё равно, мы думаем, скоро услышим, что следующий будет Ахмат Канадири. Что ему самому надрали всё, что он пытался надрать остальным. Значит, парламент согласует вариант ответа и мести Израилю за убийство Насралы. И предложит их Высшему Совету Национальной Безопасности, который, в свою очередь, решит, как действовать. Ну, в последнее время я тоже слышу, помнится, там, что-то бомбили у них там, да, и всё, мы сейчас отомстим, сейчас отомстим, сейчас отомстим. Но пока вот эта месть выражается просто вот в громких заявлениях. Толку нету. Похоже, Израиль не думает, а делает. Просто делает. Ага, всё. Всё, как говорится, ты вызвался. Ты на бруствер стал. Ну, теперь мы тебе сейчас надерём. Итак, дорогие зацены и мои друзья, в России предложили разбомбить Лондон, чтобы российских спортсменов снова пускали на международные соревнования. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльби высказала мнение о том, что когда российские спортсмены снова будут полноценно выступать, что тогда, когда Лондон бомбанут, можно будет выступать на международных соревнованиях. Это дословно, что она сказала. Я скажу, наверное, вещи, которые, может быть, вообще говорить нельзя. Мне кажется, если бы мы какую-нибудь серьёзную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы всё закончилось. И нам бы уже везде пустило, заявила Вяльби. Ну, я помню Елену Вяльби ещё, по-моему, по советским временам. Это была лыжница, и она, так сказать, по-моему, давала хорошие результаты. Я, помнится, знаете, любил смотреть эти, ну, лыжные соревнования, да, и биатлон, и гонки. Там действительно люди выкладываются просто, да, вот смотришь эмоционально, подходишь, думаешь, блин, там доли секунды идут, идут, кто-то упал, у кого-то палка сломалась, лыжи. И вот они, то есть люди мужественные. И помню Вяльби, да, это вот такая девушка плотная. Сейчас вот я смотрю на её фотографию. Это уже женщина в возрасте, щёки больше, чем у меня, там третий подбородок и всё остальное в очках. Понимаю, что, видимо, тренироваться она закончила. То есть она стала спортивным этим чиновником. То она была спортсменкой, которая на своих плечах, на своих ногах. Так часто бывает, друзья мои, если человек бросает заниматься, ну, если он всё время занимается спортом и бросает, начинает распирать. Ну, я это знаю, друзья мои, по себе. Как только прекращаешь нагрузки, начинаешь тут же прибавлять. Даже если, в общем-то, ну, как бы не ешь много, да, соблюдаешь диеты, просто отсутствие таких серьёзных физических нагрузок сказывается. Поэтому уж если стал спортсменом, то, значит, и не до конца. То там до конца. Иди, бегай, поднимай. Ну, что делать? Это только на себе можно понять, друзья мои. Но что же я могу сказать? Печально, печально. Вот я, честно говоря, у меня о Елене Вяльбе было такое вот хорошее чувство, что это спортсмен. Но вот это понимаешь, что и возраст, и спортивное положение ума ей не прибавили. И она считает, что если там накидать бомбы куда-нибудь там в Лондон, на Вашингтон, что тут же прямо начнут приглашать на соревнования, и всё будет по-прежнему. Будут международные соревнования, подсчёт, уважение, золотые медали. Мне кажется, наоборот. Наоборот, это потому что бомба туда означает бомба сюда. И после этих бомб останется ли вообще лыжный спорт, и в частности, вот эта вот гражданка Елена Вяльбе. Она-то Лондон, возможно, не переживет. Но вот она и спортивная федерация переживут ли это? Или всё кажется, что всё только в одну сторону. Значит, мы туда бахнем, и они сразу приползут к нам на коленях. С какой стати? Наоборот, по-моему, это вызовет такое возмущение. Даже если не ответят. Ну, печально, друзья мои. Работодатели стали более лояльно относиться к сотрудникам предпенсионного возраста, 50 лет и старше, из-за усиливающегося кадрового голода. При этом 40% работодателей в столице берут на работу пенсионеров на общих основаниях, ещё 27% на отдельные должности. Ну, в конце концов, видите, как бы вот эта вот дискриминация по возрасту, которая действительно, друзья мои, была, потому что там уже 40 лет, уже человека не берут, потому что, а что это, не перспективный, что там, не опыт, ничего не важно. Это всё там, а уж говорить там 50, 55, это вообще всё. Это просто, так сказать, старьё, которое только на свалку. Ну, друзья мои, конечно, вот теперь работодатели по это уже там с другим отношением. Теперь уже, как боится, им надо, а не этим людям. Ну, хорошо, главное, чтобы запомнили. Ну, друзья мои, это новость, конечно, я не знаю, это фейк или не фейк, но вот я вижу здесь наш, так сказать, драгоценный министр Лавров и министр иностранных дел Буркина-Фасов подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. То есть, ну, действительно, они здесь подписывают что-то, какие-то документы, но если это действительно так, то я что-то сомневаюсь в умственных способностях Министерства иностранных дел. Да, то есть, вот вы что, позорите себя? Ну, если это правда, если вы не просто там договор о дружбе, а не о размещении космического оружия. Буркина-Фасов здесь при чём? У них ни одного, по-моему, спутника нет, ни одного космонавта нет. А при чём здесь космос и Буркина-Фасов? Да, вы как-то это, как-то это вообще вмешается? Вы ещё с кем там? Подпишите вы. Поедете, приезжайте, белого медведя где-нибудь поймайте и посадите его вместе с министром. И тоже они там подпишут договор, что там в Антарктике медведи против войны в космосе. Ну, как-то уж хуже, чем вот это вот. Ну, позорить себя не... Ну, это же смешно просто. А хуже нет, когда нет уважения, а есть вот только вот смех и позор, когда смеются в лицо над этими заявлениями. И если раньше вот этот вот министр, да, думаешь, ну, мудрый парень такой, морда такая здоровенная, такой взглядом, что-то ещё материться умеет. Вообще думаешь, блин, такой вот мужичара такой, блин. А тут оказалось, что это какой-то идиот просто. Думаешь, ну, ты идиот? Ну, просто ты идиот? Ну, что, ну, почему тебя держат здесь? Тебе в туалете занято кричать, нельзя позволить. Ну, ты... Почему тебя держат в таком посту, блин? Ты же просто идиот. Я не знаю, какое у тебя образование, но поставьте умного человека, чтобы не позорил страну. Сделайте умные... Пора делать умные вещи. Даже вот хотя бы, так сказать, остановиться и делать умные вещи. Ну, невозможно же. Договор о нераспространении оружия в космосе с Буркина-Фасу. Вы с Америкой подпишите. Там, я не знаю, с Францией, они там спутники. С Китаем подпишите. Ну, с Китаем можно подписать договор. Ну, какой-нибудь такой космический. С Буркина-Фасу, блин, подсыпать. Ну, это... Это просто финиш. Вот это вот финиш, просто деградация на ровном месте. Ну, только руками развести. Ну, не позорьте это. Державу-то, не позорьте Россиюшку. Ну, вот просто это. Ну, в общем, драгоценные мои друзья. Беда бедовая. Ну, ладно. Посмотрим, что... А уже у нас октябрь на носу. Остался последний денек. Последний денек первого осеннего месяца. Ох, осень, осень. Ах, что мы с нее спросим? Или она с нас? Все, пока. Счастливо.